Новое видео выходит каждый день в 20.00 Блядь, я уже и не знаю, что говорить в начале, я практически уже все перепробовал для того, чтобы ебаный вот этот хронометраж, блядь, растянуть вот насколько можно, как пизду Мамки Данте, блядь, и всех остальных GTA-самп-ютуберов. Однако, ну, блядь, что бы я тут ни сказал, это будет все равно лучше, чем у Ярослава Брулёва. Хуяры! Также этот сентябрь хочет добить к лету 23 подписчикам. Подотдал, гондон. Быстро в машину, дура. Окей, садимся. Вот же большинство зрителей, как у населения Ютуба это нравится. Промокод хэштег Луня. А если не хотите, то... Сегодня у нас в верхушке дайджеста расположился Бауэрли Проджект, сообщающий о результатах вчерашнего стресс-теста сервера, который шел один час. Во время теста на сервере было более ста человек, которые проверяли мод на нагрузку и корректность. Сейчас разработчики окончательно шлифуют мод с учетом претензий игроков, а остальные члены команды готовятся к повторному открытию, которое должно состояться на днях. Триумф Ролли Плей. Сколько ты ставил дней жизни Триумфу? Наверное, немного, но ведь он один до сих пор живет. Да еще и обновления готовит. Об этом они написали в своей группе. Как известно из объемного поста, будущее обновление станет глобальным и добавит в мод две новые системы. Семьи и квесты. Естественно, они заезжены, и ты их знаешь вдоль и поперек. Но я на всякий пройдусь по самому интересному. Семьи. У каждой семьи будет панель дипломатии, через нее будет определяться отношение с другими семьями. Одно сообщество игроков может объединяться с другой и иметь с ними общий чат. Однако, возможен случай с войной. При таких обстоятельствах враждующие семьи могут устраивать между собой стрелы и получать за это очки рейтинга, начисляемые в топ семей. Блять, нигде такого не было. Триумф Ролли Плей, это просто красавцы. Это в самом деле вот молодцы. Такое сделали, блять. Владимир Путин. Молодец. Систему сделал. Неважно. Неважно, ребят. О квестах известно ровным счетом ничего. Обещается, что это будет не список однотипных заданий, а линия сюжетных квестов, которая должна дать игроку новый опыт и эмоции. Триумф Ролли Плей, Триумф Ролли Плей. Блять, я бы с вашей рекламной кампанией, с вашим Николаем Бурцевым, я бы, блять, ничего, абсолютно ничего, блять, не обещал. И вот так вот я бы точно ничего подобного не афишировал. Красивые скриншоты карты на My Home Ролли Плей 0.3DL, который находится в разработке. Я просто вот вам сейчас покажу, чтобы вы посмотрели и насладились тем, насколько же это охуительно. Майлон Ролли Плей. Зал для судебных заседаний. Довольно милый. На Майлоне умеют делать маппинг. Не знаю, правда, что за Майлон Ролли Плей и как я вообще могу быть с ним знаком вообще, как, что и почему вообще, откуда мне должно быть интересно вообще про этот Майлон Ролли Плей. Ну, если мало ли кто-то играет, кто-то ждет, кто-то что-то там, я не знаю, делает, донатит, то почему бы и нет, можете зайти вот на данный проект. Хотя я его не рекламирую ни в коем случае, ноу Токсик, ноу Адворстинг или Адворц или Аценс или еще что-нибудь подобное. И вы знаете, дайджест за 8 мая максимально короткий, наверное, потому что готовился дайджест на 9 мая и так далее и тому подобное. Однако дайджеста на 9 мая нету, есть сразу дайджест на 10 мая. И вы знаете, то есть, ну, пока что я как-то с этим, ну, не особо свыкся, что вот такие, блять, маленькие дайджесты, они, в принципе, могут существовать, могут, в принципе, быть вот в самом ворлде. Я вот, открывая дайджест, я предварительно их ни в коем случае не читаю для того, чтобы это было, как бы, первые эмоции, первое впечатление от вот всего этого. Потому что, ну, блять, ну, кому будет интересно смотреть на то, как я уже с какими-то подготовленными фразами вот все это озвучиваю и так далее. Блять, у нас тут необычные выпуски новостей. И у нас тут, блять, Брулев стайл только, блять, не говно. И не для конченных пидорасов. Я, конечно, дико извиняюсь, но оно вот именно вот так и есть, ёпта, блять, нахуй. Вот. И вы знаете, мои новости, они абсолютно нецензурные. Разумеется, цензуры в интернете никакой не существует. Именно поэтому я могу себе позволить говорить в данных выпусках новостях абсолютно все, что угодно. И никто мне за это ничего не сделает. Потому что Брулев, он всегда знал, да и мои выпуски новостей, они, хоть что-то в них делай, они все равно будут лучше, чем Брулев. Я просто вам хочу вот это вот, знаете, навязать вот эту вот фразу, чтобы когда у Брулева, если мало ли он одумается и продолжит делать свои вот эти вот самповские новости, которых в САМПе, вы знаете, никто до него не выпускал, то чтобы вы ему это написали, что, блять, ну Брулев, ну у тебя все равно все лучше. Или там, знаете, Брулев всегда знал, наподобие того, я ни на что не мотивирую, ни на что не подстрекаю, ни в коем случае. Однако, ладно, всем спасибо за просмотр или, возможно, для кого-то это прослушивание данного видеодайджеста. Главное, запомните, что даже если дайджест будет короткий длиною, там плюс-минус 5-6 минут, он все равно будет лучше, чем у Ярослава Брулева. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика, данного видеодайджеста, всем пока!